всем привет ребята на связи богдан чагин преподаватель химии в онлайн школе умскул и я пришел научить вас решать задание под номером 1 этот урок посвящен всем типам задания 1 которые могут встретиться на экзамене взял 15 номеров которые когда-то встречались какие-то попроще какие-то посложнее в любом случае объясню каждый расскажу алгоритм решения данного задания чтобы бал первичный который можно получить за это задание вы точно забирали вот а кто еще не подписан на мой телеграм-канал в котором выходит куча полезняшек для подготовки к экзаменам обязательно на него подпишитесь ну а я перейду непосредственно к заданию значит для того чтобы выполнять задание под номером 1 нам нужно прочитать условия в котором всегда дается 5 химических элементов и перед тем как решать я советую все эти 5 химических элементов отмечать в таблице менделеева таблица менделеева будет выдана на егэ в ней можно рисовать делать чего угодно с ней поэтому мы ее используем по назначению я отмечу магний олова бром углерод и цезий как 5 элементов о которых идет речь теперь читаю условия задания определите атомы каких двух из указанных в ряду элементов имеют на внешнем энергетическом уровне 4 электрона значит немножечко про атом расскажу у атома есть положительно заряженное ядро и вокруг него отрицательно вращающиеся электроны то есть здесь они так располагаются располагаются эти электроны на энергетических уровнях то есть это определенное расстояние от ядра и соответственно последний уровень называется внешний а количество электронов на этом внешнем энергетическом уровне как правило можно определить по номеру группы в котором этот элемент находится то есть если нам нужно найти элементы в которой у которых на внешнем уровне 4 электрона то есть 4 электрона это значит что мы должны искать элементы 4 группы главной подгруппы ну то есть как правило это работает именно для элементов главных подгрупп, поэтому я посмотрю, кто у нас находится в четвертой группе. Вот она здесь, четвертая. Смотрю углерод, смотрю олово. Все. Данный тип задания выполняется достаточно просто. В итоге ответ 2 и 5. И за это задание мы получили 1 балл. Ну, по-моему, приятно, по-моему, хорошо, классно, круто. В любом случае данное задание можно решать через прописывание электронных конфигураций каждого из атомов. Но во время этого ролика мы еще успеем это сделать, а здесь можно поступить проще. Как раз пошел по пути наименьшего сопротивления. Перейду к следующему заданию. Немножечко похожее. Читаем условия. Определите атомам каких из перечисленных элементов до завершения внешнего уровня не хватает 2 электрона. Давайте отметим эти элементы в таблице Менделеева. Значит, предыдущие я сотру и обозначу, что я здесь обозначу. Есть азот, есть кальций, есть кислород, углерод и сера. Все, теперь перехожу к заданию. Атомам каких из перечисленных элементов до завершения внешнего уровня не хватает 2 электрона? Обычно, когда речь идет про внешний уровень, говорят, что максимальное количество электронов на внешнем уровне равно 8. То есть, вот столько электронов, если находится на внешнем уровне, то данный уровень считается завершенным. Соответственно, у нас не хватает 2 электрона для того, чтобы этот уровень завершился. То есть, у таких атомов должно быть на 2 электрона меньше, чем 8. Соответственно, давайте посчитаем 8 электронов минус 2 электрона. Получается, 6 электронов на внешнем уровне должно находиться у тех атомов, которые мы ищем. Еще раз. Для завершения внешнего уровня нужно 8 электронов, чтобы он считался завершенным. У нас же вопрос состоит в том, что элементы, которые мы ищем, у них до завершения, то есть до вот этой вот восьмерки, им не хватает 2 электрона. Соответственно, мы от восьмерки отняли эти 2 электрона, получили 6 электронов. Соответственно, если на внешнем уровне находится 6 электронов, это значит, что мы ищем, по аналогии с прошлым заданием, элемент 6 группы, главной подгруппы. Давайте искать, что у нас находится в 6 группе. В 6 группе находится кислород и сера. Получается ответ 3 и 5. И за это мы также забрали 1 балл. Теперь перейдем к следующему заданию. Оно уже больше связано с электронными конфигурациями. Чуть-чуть посложнее будет, но ничего страшного. Значит, у нас есть калий, кальций, литий, сера, бром. Отмечу их на таблице Менделеева опять же. Так. Значит, калий, кальций, сера, бром я запомнил. И еще у нас есть литий. Супер. Значит, нам нужно определить, атомы каких из указанных в ряду элементов имеют электронную конфигурацию внешнего уровня НС1. Что значит НС1? Н – это номер внешнего уровня. То есть это номер уровня. Соответственно, внешнего. Обычно его вот так обозначают буквой Н. Почему не определенным каким-то числом? То есть почему не первый, второй, третий, четвертый? Потому что у нас собраны разные элементы. И у каких-то элементов внешний уровень второй, у каких-то третий, у каких-то может быть вообще пятый. Соответственно, здесь самое главное, на что мы можем обратить внимание. Опять же, мы можем писать электронные конфигурации в этом номере. То есть прям писать их вдоль и поперек. То есть начиная с первого уровня, заканчивая последним. Там 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6 и так далее. Здесь же можно поступить опять проще. Если мы внимательно посмотрим на конфигурацию, которая нам говорит НС1, что значит вот эта вот электронная конфигурация? Вот эта вот цифра, несмотря на то, что здесь буквы, не обращайте, пожалуйста, на это внимание, здесь указывается номер уровня. СПД, это получается подуровень. А здесь как раз вот верхним индексом пишется количество электронов на подуровне. То есть, если конфигурация внешнего уровня только НС1, небольшой спойлер, бывают и такие более массивные внешние уровни, то есть, например, НС2, НП3 какой-нибудь, то в таких ситуациях, когда нам говорят вот такая вот электронная конфигурация, особенно если это не какой-то D элемент, то здесь нет какой-то буквы D, то мы опять же поступаем проще. Смотрите, мы знаем, что количество электронов на внешнем уровне, как правило, равно номеру группы. Здесь есть конфигурация внешнего уровня, по которой раскиданы электроны. Мы просто суммируем количество электронов на подуровнях. 2 плюс 3 получается 5. То есть, получается, на внешнем уровне у такого атома с такой конфигурацией внешнего уровня 5 электронов. То есть, нам здесь просто сказали, что на внешнем уровне на С подуровне 2 электрона, на П подуровне 3 электрона, например. То есть, получается, это все на внешнем уровне происходит, на одном подуровне 2, на другом 3, вместе 5. То есть мне все равно, на каком подуровне они находятся, самое главное, что всего их на внешнем уровне 5, чтобы я связал это опять с номером группы и по номеру группы решил задание. И здесь, что касается NS1, здесь это дело еще проще. То есть у нас всего лишь один электрон на внешнем уровне, это следует как раз из конфигурации NS1, потому что здесь больше ничего не указано ни про P подуровень, ни про D какой-нибудь подуровень. То есть здесь только внешний S подуровень заполнен электронами и всего лишь одним. Соответственно здесь один электрон на внешнем уровне, а это значит, что мы смотрим на первую группу. Ищем. Нашли литий, нашли калий. И это будет нашим ответом, значит 1 и 3. И за это задание мы также получили 1 балл. Двигаемся дальше. Задание под номером 4. Повезло-повезло, потому что пример, который я привел в прошлом задании, как раз встрял в этом. Ну ничего, давайте решим. В целом, думаю, у нас получится. У нас здесь есть серебро, азот, рубидий, мышьяк и йод. Ого! Давайте обозначим их в таблице Менделеева. Значит у нас есть серебро, азот, рубидий, мышьяк и йод. Великолепно! Нам нужно определить атомы каких из указанных в ряду элементов имеют электронную формулу внешнего энергетического уровня NS2, NP3. Здесь мы можем решить это задание аналогично тому, что было в предыдущем задании. То есть мы смотрим, внешний уровень состоит из двух электронов на S под уровне и трех электронов на P под уровне. Можете себе даже прям нарисовать электронографическую формулу, в которой на S под уровне 2 электрона, на P под уровне 3 электрона. Вот он ваш внешний уровень. Сколько всего стрелочек? Получилось 5. Можно было бы это вычислить, просто сложив вот эти верхние индексы и также получив 5. То есть в данной ситуации, раз уж у нас 5 электронов на внешнем уровне, мы должны найти элементы пятой группы. Давайте искать. Какие элементы у нас в пятой группе? Азот и мышьяк. Задание, по-моему, выполнено. Азот и мышьяк это варианты 2 и 4. И опять же мы получили 1 балл. Давайте перейдем уже к чему-нибудь вкусненькому. Конкретно вот к такому заданию. Здесь нам лайфхаки уже не помогут. Здесь мы будем прям писать электронные конфигурации. Так, опять обозначу все элементы в таблице Менделеева. Значит, что у нас здесь дано? В этом задании был дан кальций. Азот, марганец, бром и бор. Ага. Давайте вернемся к условию. Нам нужно определить, какие из указанных элементов имеют в основном состоянии, ну то есть в обычном, не в возбужденном, наполовину заполненный под уровень. И чтобы это определить, все-таки нам нужно написать электронную конфигурацию. Как пишется электронная конфигурация? Для начала мы смотрим на порядковые номера наших атомов. То есть получается по таблице Менделеева у кальция 20, у бора 5, у азота 7, у марганца 25, у брома 35. Перенесу это сюда. Вот сюда это перенесу. То есть тут 27, 25, 35. Здесь получается просто 5. Соответственно, порядковый номер равен количеству электронов, которыми обладает атом. На каких они под уровнях находятся, пока не знаем. Но скоро узнаем. Поэтому давайте мы сейчас начнем заполнение самого маленького атома, у которого меньше порядковый номер, и от меньшего к большему пойдем. Значит, сначала у нас бор. У бора 5 электронов всего. Электроны располагаются сначала на уровнях, которые ближе всего к ядру, и потом идут дальше. То есть получается, у бора сначала заполняется первый энергетический уровень. Первый энергетический уровень состоит всего лишь из одного S подуровня. Соответственно, на нем, из-за того, что это одна орбиталь, на нем может находиться максимум 2 электрона. Значит, закинем их сюда. 1 S2. 5 минус 2. Надо еще как-то закинуть 3 электрона. Первый уровень завершен. Теперь переходим ко второму энергетическому уровню. Второй энергетический уровень состоит из двух подуровней. Это S подуровень, который заполняется сначала, и потом P подуровень, который состоит уже из трех ячеек, то есть из трех орбиталей. И сначала у нас заполняется S подуровень, потом заполняется P подуровень. Ну и давайте смотреть. 2S2, если мы так заполним, и один электрон, вот этот вот пятый, идет на P подуровень. Получается 2P1. Смотрим. Тут сумма электронов равна 5, что совпадает с порядковым номером электронов. Конфигурацию правильно составили. Окей. Тут получается всего 5 электронов. Есть ли здесь наполовину заполненный подуровень? S подуровень, S подуровни все заполнены, потому что на S может быть максимум 2 электрона. На P, посмотрите, сколько может быть максимум электронов? Максимум может быть 6. Если в каждой ячейке по 2 электрона, таких ячейк 3, дважды 3, 6. То есть получается, если дело касается S подуровня, то наполовину заполненный содержит 1 электрон. А P подуровень наполовину заполненный содержит 3 электрона. Ну, то есть если 6 на 2 поделить, получится 3. И 2 на 2 получится 1. Ну, то есть здесь я просто напополам поделил, чтобы понять, как должен выглядеть наполовину заполненный подуровень. Ну, ладно, давайте идти дальше. Я оставлю вот эти вот все схемочки. Ну, ладно, я их сотру. Значит, бор нам точно не подошел. Перехожу к азоту. У азота порядковый номер 7. Аналогично мы также все заполняем. Значит, у нас первый уровень состоит из S подуровня, у которого одна орбиталь, второй уровень состоит из двух подуровней S и P. Давайте смотреть. Азот. Сначала первый уровень заполняется, 1С2, точно так же, как и у Бора. Потом второй уровень. Сначала сюда идут 2 электрона, 2С2. 4 электрона мы уже куда-то записали. Остается 3 электрона. Потому что 7 минус 4 это 3. 3 электрона надо закинуть в P подуровень. Получается 2P3. На половину ли это заполненный подуровень? Ну, давайте смотреть. Максимум на P подуровне может находиться 6 электронов. Это вот прям максимум. У нас 3. 3 это как раз в 2 раза меньше. То есть это как раз половина от 6. Соответственно, азот у нас на половину заполненный подуровень. Конкретно P подуровень содержит. Давайте я это все уберу. Уберу. Блин. Прям все-все-все-все уберу. И скажу, что азот нам подходит. Теперь перехожу к таким вот гигантам. Это кальций. У кальция порядковый номер 20. Ну, здесь мы, конечно, попотеем. Значит, давайте писать электронную конфигурацию кальция. Значит, что касается кальция. Кальций с порядковым номером 20. Сначала на первый уровень 1 электрон. 2 электрона на S подуровень. Прошу прощения за оговорку. Дальше второй энергетический уровень состоит из двух подуровней. 2 электрона на S подуровень. И еще 6 электронов на P подуровень. Максимум. Забили его. Дальше. 10 электронов у нас уже есть. Нам надо заполнить еще 10 электронов. Дальше это третий энергетический уровень. Третий энергетический уровень состоит из S подуровня, из P подуровня с тремя ячейками и D подуровня с пятью ячейками. Соответственно, здесь. Тут максимум 2 электрона. Здесь максимум 6 электронов. Здесь максимум 10 электронов. Ну, то есть в каждую ячейку по 2 электрона. Окей. Значит, 3S2. После S подуровня заполняется P подуровень. 3P сколько? 6. Значит, давайте смотреть, что у нас дальше. 2, 2, 6. Это 10. Здесь еще 12. 12 плюс 6. 18. Надо закинуть еще 2 электрона. И здесь стоит помнить про порядок заполнения энергетических подуровней. Потому что после 3P подуровня сначала заполняется 4S подуровень, а потом заполняется 3D подуровень. То есть вот этот вот D подуровень, он начинает заполняться не сразу. Почему? Потому что, несмотря на то, что у него третий номер, он находится на третьем уровне, этот D подуровень, 4S подуровень, который, по идее, как бы должен быть выше, на самом деле по энергии он немного ближе к самому ядру. Соответственно, электрончику ему все равно. Что такое перфекционизм? Ну, хочется ли ему там завершить дело до конца или просто находиться как можно ближе к ядру? Он пойдет туда, где ближе к ядру. Поэтому он сначала идет на 4S подуровень. А потом уже, если есть еще электроны, они идут уже на предвнешний 3D подуровень. И это как раз открывает вот эту новую грань общей химии, когда элементы, переходные металлы, как по-другому их называют, уже с особыми свойствами. Но здесь в целом 20 электронов мы расположили, и все энергетические уровни заполнены. Соответственно, с кальцием мы просчитались. Ну, ладно. Ничего страшного. Бывает. Это мы убираем. Так. Ну, не получилось убрать. Ничего страшного. А что у нас еще остается? Марганец. 25-й порядковый номер. Ну, здесь такая же ситуация. Давайте я сразу напишу, что вот марганец. Вот так вот запишу, что это теперь марганец. У него порядковый номер 25. Конфигурация практически такая же, как у кальция. То есть начиналось красиво. И 4S2. И уже дальше, посмотрите, у нас здесь 20 электронов. Нам надо закинуть еще 5. После внешнего S подуровня идет заполнение предвнешнего D подуровня. На нем может быть максимально 10 электронов. Да. А у нас только 5. Соответственно, сюда 5 закинем. Максимум 10, а у нас 5. 5 это ровно половина. Соответственно, этот D подуровень будет заполнен наполовину. Все. Значит, здесь получается ответ 2 и 3. Вот уже бром. В такой ситуации я проверять не буду, потому что мы точно уверены в азоте. Мы точно уверены в марганце. Мы в этом убедились. То есть здесь для того, чтобы решать такие задания, нужно уметь составлять электронные конфигурации. Вот, тем более, электронные конфигурации нам нужно знать первых 36 элементов из таблицы Менделеева. Ну, так гласит кодификатор экзамена по химии. Вот, мы с ребятами на моем курсе прям у каждого элемента заполняем это в рабочей тетради. Ну, и они в начале своего пути еще так периодически подглядывают в эти конфигурации, но уже потом решают самостоятельно. Значит, из плюс-минус простых заданий мы решили вот эти 5 номеров. Дальше у нас идут более сложные номера, для которых нужна такая небольшая теория. И первая теория это как раз про спаренные и не спаренные электроны. Как мы уже могли понять по конфигурации, если на атомной орбитале находится один электрон, то его называют неспаренным и обозначают вот просто клеточка в электронно-графической формуле и стрелочка в одну сторону. Если у нас два электрона на этой орбитале, то эти электроны будут спаренными и у них противоположный спин. Ну, то есть, как это обозначают? Просто стрелки в разные стороны. То есть, обычно, если у нас в условно ячейке находятся две стрелочки, это спаренные электроны. Если одна стрелочка, это один неспаренный электрон. Зачем нам нужна эта информация? Обычно на экзамене, именно в первом задании, могут спросить про количество неспаренных электронов на внешнем уровне. И здесь есть некая закономерность. Вы можете себе в свою таблицу Менделеева прямо переписать вот это вот количество неспаренных электронов на внешнем уровне. Здесь выписал для вас электронно-графическую формулу внешнего уровня в зависимости от группы, в которой находится этот элемент. Ну, то есть, если это первая группа, то один электрон на внешнем уровне. Если вторая, то два электрона и так далее. Ну, и, соответственно, заполняется там сначала S, потом P. Не трогал D элементы, потому что там с D элементами посложнее все, но для S и P элементов есть такое небольшое правило, так скажем, запоминалка. То есть, вы можете заполнить вот такой вот код 1 0 1 2 3 2 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0. Эта запоминалка следует из электронной конфигурации. То есть, если мы на нее посмотрим, мы реально увидим вот эти самые неспаренные электроны, как их становится больше. Ну, и для того, чтобы решать такие подобного рода задания, нам нужно помнить о такой конфигурации внешнего уровня и о количестве электронов. Ну, то есть, либо постоянно выводить эту электронно-графическую формулу, либо запомнить, как я вам сейчас и предложил. Переходим к заданию, где нам может встретиться данная информация. Значит, определите, атомы каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии имеют одинаковое число неспаренных электронов. Давайте смотреть. У нас есть железо, кислород, углерод, азот и натрий. Давайте я их обозначу в таблице Менделеева. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, значит, у нас есть железо, у нас есть кислород, у нас есть углерод, у нас есть азот и у нас есть натрий. И теперь давайте посмотрим, совпадает ли у кого-то количество этих самых электронов неспаренных. Я уже вот здесь вот вижу, что у углерода два неспаренных электрона, как я вот заранее записал в таблице Менделеева, так и у кислорода тоже два неспаренных электрона. Давайте запишем их электронно-графическую формулу, чтобы еще раз в этом убедиться. Что касается кислорода и углерода, то углерод находится во втором периоде, у него порядковый номер 6, у кислорода порядковый номер 8. Значит, у нас 1С2, 2С2, 2П2 электронная конфигурация, у кислорода 1С2, 2С2 и 2П4. Если внешний уровень, вот этот вот второй, обрисовать графическим способом, то на С под уровень 2 электрона, на П под уровень 2 электрона. Вижу реально два неспаренных электрона, вот они. И точно так же у кислорода 2С2 и 2П4. 1, 2, 3, 4. Тоже два неспаренных электрона. Все, значит, вот эти элементы имеют одинаковое количество неспаренных электронов. То есть здесь нам, опять же, либо в этом плане поможет электронная конфигурация, либо можно поступить проще. То есть можно в начале изучения этой темы, спаренные и неспаренные электроны, определить у С и П элементов. Ну, С и П элементы это, грубо говоря, те, кто не переходные металлы. То есть те, кто не Д элементы, у которых заполняется Д под уровень. И для которых множество правил, связанное с таблицей Менделеева, будет применяться корректно. Ну, вот в данном случае это как раз кислород и углерод. Перейдем к следующему заданию. Следующее задание также требует небольшого экскурса по теории. Следующее задание, которое могут вызвать затруднения, это задания, связанные с внешними электронами, валентными электронами, одинаковой конфигурацией, сходной конфигурацией. Поэтому небольшой теоретический экскурс. Значит, что такое число валентных электронов и что такое валентные электроны? Смотрите, валентные электроны это те электроны, которые участвуют в образовании связей. И как правило, они находятся на внешнем уровне. Но это как правило. Внешние же электроны это тупо те, кто на внешнем уровне. То есть, смотрите, внешние электроны это просто те электроны, которые находятся на последнем энергетическом уровне. Можем их определить по номеру группы. Валентные электроны это те, кто участвует в образовании химических связей. И не всегда у элементов совпадают внешние и валентные электроны. Совпадают они у S элементов. То есть, S элементы это первая и вторая группа, главная подгруппа. И у P элементов. P элементы это те, кто находится с третьей по восьмую группу, главную подгруппу. Валентные электроны у P элементов находятся на S и P подуровнях внешнего уровня. То есть, здесь полное совпадение. То есть, внешние электроны равно валентные. Если элемент находится в главной подгруппе, то у него точно 100% валентные электроны также являются внешними. Одновременно. Ну, то есть, чисто совпадение. Но что касается D элементов, там уже сложнее. Потому что валентные электроны у D элементов находятся на S подуровне внешнего уровня. То есть, какой там прикол при заполнении электронной конфигурации? То, что у нас сначала заполнился внешний S подуровень, а потом погнал заполняться предвнешний D подуровень. И вот видите, здесь у нас все заполнено. То есть, тут все подуровни заполнены полностью. Внешний S подуровень тоже полностью заполнен. А D подуровень только ждет своего звездного часа. Грубо говоря. И, соответственно, это вызывает затруднение у ребят на экзамене по химии. Но нам нужно помнить, что, опять же, внешние электроны это просто тупо те, кто находится на внешнем уровне. И у Титана, например, это будет равно 2. Если я возьму какой-нибудь Ванадий, у которого конфигурация 3D3, ну, она такая же практически. Только у него 3 электрона на D подуровне и 4 на 4S подуровне 2 электрона. У него тоже внешние электроны, это всего лишь 2S электрона. Но валентные электроны это и S электроны и предвнешние D электроны. То есть, например, у D элементов уже расхождение. То есть, у Титана в данном случае 2 внешних электрона, но 4 валентных. Потому что мы еще здесь приписываем вот эти D электроны с предвнешнего подуровня. Вот как-то так. То есть, и это нам нужно помнить. Поэтому давайте мы попробуем решить вот это задание. Где нам нужно определить, атомы каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии содержат одинаковое число валентных электронов. Давайте, опять же, обозначим эти элементы в таблице Менделеева. Значит, спасибо, спаренные и не спаренные электроны. Вы можете быть свободны. Теперь у нас внешние валентные электроны. Так, значит, вот у нас хром. Еще у нас тут кальций и мышьяк. Хорошо. Значит, теперь бы вспомнить, на каком слайде я остановился. На следующем слайде я остановился. Значит, нам нужно определить одинаковое число валентных электронов. То есть, если дело касается S элементов или P элементов, то наши элементы должны находиться в одной группе. Если это главная подгруппа. Если это побочная, то немножечко заколебемся, напишем электронные конфигурации. Ну, давайте пока немного попытаем удачу. Значит, что у нас здесь? Элементы побочной подгруппы. Как их вообще определить? Смотрите. Я возьму прям такой насыщенно красный цвет. Значит, мы смотрим на элементы второго периода. Они все 100% находятся в главной подгруппе. И мы от обозначения этих элементов строим вот такие вот прямые линии вниз. Вот мы их строим, 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 еще строим. Еще, еще и еще. Те, кто под этой красной чертой, это тоже главная подгруппа. А те, кто не вошли в эту черту, относятся уже к побочной подгруппе. То есть, видите, вот скандий, титан, ванадий, хром, марганит, железо, кобальт, никель, медь и цинк не находятся здесь. Не находятся под этой самой линией. То есть, видите, они от нее отстранились немного. То есть, если обозначение тоже стоит на вот этой линии, это главная подгруппа. Но я здесь вижу, что как раз два обозначенных нами элементов, фосфор и мышьяк, находятся под одной линией. И они находятся как раз вот в одной группе. Значит, они оба относятся к главной подгруппе. И у них как раз может быть вот это вот одинаковое число валентных электронов. Если мы составим электронную конфигурацию внешнего уровня у фосфора, то есть фосфор, у него порядковый номер 15, у него внешний энергетический уровень 3, 5 электронов на внешнем уровне 3С2, 3П3. Такая же примерно ситуация у мышьяка. У него внешний уровень 4. И электроны внешние у мышьяка также находятся на S и на P подуровне внешнего уровня. То есть конфигурация тоже такая. Практически такая же. Соответственно, одинаковое количество валентных электронов мы видим. Что вот здесь вот 5, что вот здесь вот 5. В данной ситуации ответом являлись P элементы. Поэтому нас попустило от электронных конфигураций. Но могут быть и неприятные задания, как, например, следующее. Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии имеют одинаковую электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня. И вот здесь надо прям максимально вчитаться в условия задания. Вот я это сотру. Сюда вернусь. У нас должна быть одинаковая электронная конфигурация внешнего уровня. Это значит, что у нас на внешнем уровне должно быть одинаковое количество электронов. И это не значит, что точно так же у нас должно быть одинаковое количество валентных электронов. Это вправду этого не значит. И, как правило, с вот этой вот одинаковой электронной конфигурацией мы сталкиваемся, когда речь касается вот этих вот D элементов. Поэтому здесь для решения данного задания я все-таки опять подушню и буду писать конфигурации наших атомов. Давайте смотреть. Вот у нас есть литий. Литий у него... Я хочу черный взять маркер. Литий у него порядковый номер 3. И у него, соответственно, два электрона на первом уровне, один электрон на втором уровне. Дальше у нас идет кальций. У него порядковый номер 20. Это 1С2, 2С2. Он находится в четвертом периоде, поэтому мы аж до 4С точно дойдем. 2П6, 3С2, 3П6, 4С2. Дальше у нас идет марганец, порядковый номер 25. Мы, кстати, уже и кальций, и марганец заполняли в течение этого урока. Ну, давайте я допишу. 2П6, 3С2, 3П6. Потом у нас заполняется 4С2, внешний подуровень. Потом предвнешний D подуровень, 3D5. Не обижайтесь на то, что у меня D подуровень вперед ушел. Как бы тут порядок написания этой самой электронной формулы не важен. Самое главное, что мы видим то, что видим. Итак, дальше у нас идет калий. Калий у него порядковый номер 19. То есть точно так же, как у кальция, но на один электрон меньше. Значит, 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6, 4С1. Остается цезий. Цезий, извините, у него очень большой порядковый номер. Я прям... У него порядковый номер 55. Но я вам сразу скажу, что у него такая же конфигурация, как и у калия, как и у лития. Именно конфигурация внешнего уровня. Похожая. Даже так скажу. В рамках данного задания это будет корректнее. Поэтому я здесь просто напишу таком многоточие и скажу, что здесь на шестом уровне один электрон на С подуровне. Теперь смотрим, где у нас этот самый внешний уровень. У лития это второй уровень. У кальция это четвертый. У марганца это тоже четвертый уровень внешний. У калия это четвертый уровень внешний. И у цезия это шестой уровень. Теперь смотрите, нам нужна одинаковая электронная конфигурация внешнего уровня. Одинаковая это значит, что конфигурация совпадает с точностью до периода. То есть у нас одинаковое количество электронов и одинаковый номер внешнего уровня. То есть это значит, что я не могу сказать, что у лития и калия одинаковая электронная конфигурация. Одинаковая конфигурация внешнего уровня, не могу так сказать. Вот она как раз называется сходной. То есть они очень похожи. То есть в обоих случаях на внешнем уровне один электрон. Но у лития внешний уровень второй, у калия внешний уровень четвертый. То есть этим они различаются. А вот одинаковый это с точностью до уровня. То есть у них и одинаковое число электронов на внешнем уровне, еще и одинаковый сам внешний уровень. И здесь получается так, что одинаковая электронная конфигурация у кальция и марганца. Потому что здесь 4С2 конфигурация внешнего уровня и здесь 4С2 конфигурация внешнего уровня. Вот здесь она как раз одинаковая. Поэтому тут я могу сказать, что ответом является вариант 2 и 3. То есть у нас опять кальций и марганец себя показали. А вот что касается лития, калия, цезия. Вот у них сходная электронная конфигурация. То есть похожая, но не с точностью до номера периода. До номера уровня внешнего, на котором находятся эти внешние электроны. А теперь решим вот такое задание. Определите атомы каких из указанных в ряду элементов имеют сходную электронную конфигурацию внешнего уровня. Вот здесь уже про сходную совершенно другой разговор. То есть здесь нам главное, чтобы было одинаковое количество электронов на внешнем уровне. Но не обязательно, чтобы это было в одном периоде. Чтобы они располагались, чтобы их внешний уровень был одним и тем же. Вот так будет корректнее сказать. Давайте определим. Углерод, фосфор, хром, сера и что там было? Там был фосфор. А нет, там был кислород. Фосфор я уже упомянул. Углерод, фосфор, хром, кислород, сера. В целом, сходная электронная конфигурация, скорее всего, будет у элементов, которые находятся в одной группе. Но давайте здесь я все-таки, опять же, подушню, напишу конфигурацию. Думаю, вы против не будете. Так. Значит, углерод, у него конфигурация. Мы ее уже писали. 1С2, 2С2, 2П2. Вот он, внешний уровень. У фосфора, порядковый номер 15, это 1С2, 2С2, 2П6. Второй уровень заполненный. Третий уровень. Идем. Там еще 5 электронов. 3С2, 3П3. Значит, вот он, внешний уровень. Дальше. Сера. Давайте хром, не она вкусненькая, ставлю, пожалуйста. Сера, порядковый номер 16, это 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П4. Дальше кислород. У кислорода порядковый номер 8, это 1С2, 2С2, еще 4 электрона, 2П4. И остается хром. У него порядковый номер 24. У него есть проскок электрона. Я о нем еще сегодня скажу. Но пока скажу, что наблюдается небольшая аномалия в его электронной конфигурации. Значит, 3С2, 3П6. Дальше 4С. Обратите внимание, не 2 электрона, а 1. То есть, это такая аномалия, где у нас С подуровня проскакивает на предвнешний D подуровень 1 электрон. Для того, чтобы полузавершить подуровень, либо его завершить. Значит, у хрома, где находится внешний уровень? Вот он. Значит, конфигурация внешнего уровня у хрома 4С1. То есть, опять же, внешний D подуровень, он предвнешний подуровень. А именно внешний здесь 4С1. То есть, вот снаружи всего лишь один электрон находится. Теперь нам нужно определить сходную электронную конфигурацию. Сходная электронная конфигурация, значит, это одинаковое количество электронов. Но при этом они располагаются на одинаковых подуровнях. И номер уровня, как правило, разный. Значит, давайте смотреть. Здесь у нас на внешнем уровне 4 электрона. Здесь у нас 5 электронов. Здесь у нас 6 электронов. Здесь у нас 6 электронов. Давайте красивый маркер лучше возьму. То вообще чуть не видно. 4, 5, 6, 6, 1. Вижу, что есть совпадение у серы и кислорода. И как раз у них сходная электронная конфигурация. То есть, здесь S2P4 и здесь S2P4. Сходная, но не одинаковая. Потому что здесь у серы уже внешний уровень 3, у кислорода внешний уровень 2. То есть, вот этим как раз они и отличаются. Но плюс-минус конфигурация похожа. Поэтому ее и назвали сходная конфигурация. Ответом к данному заданию будет комбинация цифр 4 и 5. И вот как раз, подходя к вопросу про проскок электрона, не могу о нем не сообщить. Значит, что такое проскок электрона? Это аномалия, которая наблюдается у атомов элементов первой и шестой групп побочных подгрупп. Нам для ЕГП-химии нужно знать хром и медь. Конкретно, что происходит у них. Потому что хром и медь входят вот в это число 36 элементов, у которых мы должны уметь писать электронную конфигурацию. Значит, у этих атомов электрон перемещается с внешнего S на предвнешний D подуровень. Поскольку завершенный или полузавершенный подуровень считается более устойчивым. То есть, как должно было быть? Если бы мы заполняли электронную конфигурацию для хрома или меди, то вот как раз D подуровень и S подуровень должны были бы выглядеть так. Но у хрома ему недостает один электрон на D подуровне, для того, чтобы он был полузавершенным. Вот одного электрона не хватает, чтобы он считался полузавершенным. Соответственно, здесь наблюдается вот этот проскок. И вот этот электрон перескакивает на предвнешний D подуровень. И теперь у нас получается 5 электронов на D подуровне, и один остается на S. То есть, обычно у вот этих вот переходных металлов на внешнем уровне 2 электрона. Ну, то есть, обычно NS2 конфигурация. То есть, 4S2, 5S2 и так у большинства D элементов. Вот как раз кроме хрома и меди. Вот у них из-за этой аномалии наблюдается проскок и один электрон на внешнем уровне. То есть, тут надо обратить внимание на их конфигурацию внешнего уровня. В меди такая же история. Здесь 9 электронов на подуровне. И не достает всего лишь одного электрона, для того, чтобы этот подуровень уже завершить. И, соответственно, чтобы он был завершенным, более устойчивым, чтобы мы про вообще третий уровень забыли, чтобы весь третий уровень считался завершенным, этот электрончик перескакивает. Вот как-то так. Давайте перейдем к выполнению задания. Значит, нам нужно определить, атомы каких из указанных в ряду элементов имеют электронную конфигурацию внешнего уровня NS1. Вот на вот этом задании просчитался мой, так сказать, не ученик, мой сосед по комнате в общежитии. Я учился в РГУ нефтегаза имени Губкина. Вот, поступил туда по Олипиаде. И мой сосед, он набрал 98 баллов, потому что он как раз вот здесь вот просчитался. Именно вот на задании про проскок. Вот такое вот задание было у него. Он ответил неправильно, про этот проскок забыл совершенно. И, соответственно, он хотел поступить в МГУ, но ему там баллов не хватило. Ну, там еще в ДВ ошибочек надел. В итоге он учился в лучшем нефтяном. Вот, не знаю, что он переживал. Я кайфую со своего места учебы. Ну, теперь давайте к заданию. Конфигурация внешнего уровня NS1. То есть NS1 должен быть один электрон на внешнем уровне. То есть элемент должен находиться в первой группе главной подгруппе. Вот это у нас как раз калий. Мы еще также здесь видим кальций, медиа, сера и бром. То есть у нас калий как раз находится в первой группе главной подгруппе. Так, сейчас вернусь к заданию. И получается его внешний уровень выглядит вот так. Окей. Но нам нужно найти еще кого-нибудь, у кого было бы столько электронов. У кальция внешний уровень выглядит вот так. 4С2. У серы, как мы уже заполняли, 3С2, 3П4. У брома 3С2, 3П5. Здесь, соответственно, остается только медь. Медь как раз со своим проскоком. Какая у нее конфигурация у валентных электронов? 3D10, 4С1. Помним такое. Было такое. Соответственно, здесь правильным ответом будет медь. Если мы будем прям помнить сразу, то мы можем не тратить время на эти электронные конфигурации, просто помнить, что у меди, да, у нее один электрон на внешнем уровне. И все. Значит, это будет являться правильным ответом. То есть, обратите внимание, что касается D-элементов, вообще забудьте про вот эти вот D-электроны, когда речь идет про внешний уровень. D-электроны, они в предвнешнем уровне. В предвнешнем. На внешнем уровне всего лишь один. Потому что тут как раз вот этот вот 4С1. S под уровень только, на нем всего лишь один электрон. То есть, маленький пока внешний уровень. Значит, здесь у нас будет ответ 1,3. И мы плавно переходим дальше. Дальше нас ждет еще одна очень интересная тема. Это основное и возбужденное состояние атома. Значит, что это такое? Для образования химических связей атомы могут переходить из своего основного состояния. Это то состояние, которое мы описываем привычной для нас электронной конфигурации по всем вот этим правилам. При возбуждении валентные электроны с более низкого подуровня переходят на вакантные, то есть свободные орбитали более высокого энергетического подуровня, образуя большее число неспаренных электронов в пределах уровня. То есть, посмотрите, как у нас возбуждается бор. Вот у бора, например, три электрона на внешнем уровне. И, по идее, вот у него один неспаренный, соответственно, может образовать только одну химическую связь. Но на деле у бора валентность 3. И как она реализуется? Она реализуется за счет вот этого возбуждения. С S подуровня один электрон переходит на P подуровень. И вот у нас возбужденное состояние, где тут много неспаренных электронов. Обращаю внимание на то, что электроны перемещаются только в пределах уровня. И число электронов на уровне по итогу не меняется. Ну, то есть, здесь у нас было, посмотрите, вот так вот, три электрона на внешнем уровне. И вот здесь точно так же на внешнем уровне у нас три электрона. И это самый главный, так сказать, прикол, главный мем, который нам нужно помнить для решения заданий с возбужденным состоянием. То есть, что бы там ни говорили, основное состояние, возбужденное состояние, в любом случае количество электронов на внешнем уровне не меняется. Потому что не может с внешнего, ну, например, с предвнешнего перескочить на внешний уровень электрончик. Такого не бывает. Все это происходит в пределах уровня. А если мы в пределах уровня что-то переставляем, то количество электронов остается тем же. Ну, то есть, это вот то же самое, если представьте, что у вас в левом кармане, в левом кармане, например, две жвачки, а в правом кармане четыре жвачки. Вы из правого в левый переложили, получается три жвачки, три жвачки. Но у вас в любом случае имеется шесть жвачек. Что у вас до вот этих вот перестановок было шесть жвачек? Что после? Точно так же с электронами. В пределах уровня не меняется количество электронов на внешнем уровне. Посмотрим, как это выглядит на задании и как мы можем его легко выполнить. Определите, какие из указанных в ряду элементов имеют в возбужденном состоянии электронную формулу внешнего энергетического уровня НС1НП3. Мы бы сейчас с вами заколебались, написали конфигурацию каждого из атомов, еще бы попытались перевести их в возбужденное состояние. посмотреть на это все. Но можно проще. Смотрите, НС1НП3. Внешний уровень вот такой. Д элементов у нас здесь нет. Значит, все круто, классно. Я беру, складываю 1 плюс 3. Получается, на внешнем уровне 4 электрона. Следовательно, и до возбуждения у нас было 4 электрона. Ну, то есть, раньше вообще была вот такая конфигурация. Ну, если мы отсюда электрончик вернем на С под уровень, скорее всего, была вот такая конфигурация. НС2НП2. Если мы помним в основном состоянии у кого-то такая конфигурация, прекрасно. Если не помним, просто сложите количество электронов и получите то, что нужно. Значит, у нас 4 электрона на внешнем уровне. Мы должны посмотреть на четвертую группу, главную подгруппу. Какие у нас были элементы даны? Углерод, хлор, магний, фтор и кремний. Значит, у углерода и у кремния как раз 4 электрона на внешнем уровне. И когда эти углероды кремний будут возбуждаться, когда эти углероды кремний будут возбуждаться, то у них будет вот такое, такая конфигурация. Чтобы в этом убедиться, давайте я ее напишу. Значит, у углерода внешний уровень выглядит вот так, 2С2, 2П2. Электронографическая формула в студию. Вот этот электрон давайте мы сюда перенесем. Получится углерод возбужденный. Это обозначает звездочкой. А что я здесь двоечку написал? Шестерочка должна быть. Так. Ну и соответственно теперь это выглядит вот так. Это получается теперь 2С1, 2П3. Аналогичная история с кремнием, только здесь будет не второй уровень внешний, а третий. Поэтому тут ответ 2 и 5, точнее 1 и 5, что-то меня эта двойка преследует. Ответ 1 и 5, и мы переходим к следующему заданию. Следующее задание, оно повергнет всех в шок. Значит, теперь нам нужно определить атомы, каких из указанных в ряду элементов в возбужденном состоянии имеют электронную формулу НС1, НП3, НД3. Офигеть! Ничего себе! То есть у нас здесь еще и Д под уровень подключился. Хочу вас успокоить. Смотрите, если я возьму какую-нибудь серу условную, у нее в основном состоянии вот такая конфигурация. Шесть электронов на внешнем уровне. это у нас 3С2, 3П4. Чтобы у серы было большее количество неспаренных электронов, чтобы она образовала как можно больше связей с серу, также можно возбудить. Каким образом? На третьем уровне у нас три подуровня. Это С, это П и это Д подуровень. Смотрите. Несмотря на то, что когда мы заполняем конфигурацию у нас сначала там 4С, потом 3D, но это вопрос заполнения конфигураций. А здесь совершенно другой вопрос. Возбуждение атома. То есть в любом случае, если у серы, ну и вообще в принципе у элементов с этим Д подуровнем, он заполняется запоздало, этот самый Д подуровень, но это проблемы самого элемента, я считаю. В любом случае, как элемент третьего периода, как обладатель внешнего энергетического уровня третьего, у серы и у других элементов третьего периода есть вот этот вот Д подуровень. И он вакантный, там куча свободных орбиталей. Но просто заполняются, да, они далеко не сразу, и это правда. Но когда речь идет про возбуждение, в рамках подуровня сюда могут переходить эти самые электроны. и если мы возьмем и перенесем электроны, опять же, в рамках возбуждения атома, то что будет происходить? Смотрите, вот здесь электрон сюда перейдет, вот здесь электрон сюда перейдет. Получается, 6 электронов все не спарены, и теперь получается, какая формула у серы? 3S1, 3P3, 3D2. Это уже возбужденное состояние серы. То есть, когда речь идет о P-элементах, у которых достаточно много электронов на внешнем уровне, они располагаются где-то с третьего периода, у кого есть D подуровень просто-напросто. Здесь может быть такая конфигурация внешнего уровня, в возбужденном состоянии. То есть, вот этот вот D подуровень, он, во-первых, внешний, он не предвнешний, а именно внешний здесь, и на него мы вот как раз свалили вот эту вот кучу электронов. Хорошо? Круто, я считаю. Ну и, соответственно, главный маневр. Здесь у нас 6 электронов было до возбуждения, после возбуждения их также осталось 6. И чтобы не париться, мы просто берем, считаем 1 плюс 3 плюс 3, это 7. Нам нужен элемент, у которого 7 электронов на внешнем уровне. А это даже в таблицу Менделеева заглядывать не буду. Это хлор, это йод, это фтор. И вот тут начинается уже интересный момент. Вроде бы как три правильных ответа. Посмотрите, седьмая группа, смотрите, вот она, седьмая группа, 7 электронов у фтора, у хлора и у йода. А нам надо два элемента выбрать, как быть. Как нам быть сейчас в этой ситуации. И вот тут нам нужно кое на что обратить внимание. Сейчас я вот здесь вот сотру хотя бы часть, вряд ли она вся сотрется, как я и думал. Когда мы говорим про фтор, хлор и йод, то у них какая конфигурация внешнего уровня. У фтора это 2С2, 2П5, у хлора это 3С2, 3П5 и у йода это получается 5С2, 5П5. Если у меня память не изменяет. Да, она мне не изменяет. Это хорошо. И теперь давайте посмотрим. Когда мы говорим про второй уровень, на втором уровне есть только два подуровня. Это С, и П. Когда мы говорим про третий уровень, там есть С подуровень, там есть П подуровень, и там есть Д подуровень на этом третьем уровне. А когда мы говорим вообще про пятый, там есть куча. Там есть С, там есть П, там есть Д подуровень, там еще есть Ф подуровень, у которого целых 7 ячеек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще есть у которого там 9 ячейчик, но на ЭГО нам не встретится. Короче говоря, у второго периода у него нет вакантных орбиталей, у второго энергетического уровня и, соответственно, у элементов второго периода. И вот здесь как бы втор, он возбуждаться не может просто-напросто, потому что 2D, извиняюсь перед всеми любителями аниме, но 2D не существует. И здесь, ну вот, ну не могу я сюда вот эти вот электроны распарить, чтобы было возбужденное состояние. То есть втор, он просто-напросто не может переходить в возбужденное состояние из-за того, что у него вакантных орбиталей нет. Поэтому у второго как раз и валентность всегда равна единице, и степень окисления у него минус 1, хотя как бы самый электроотрицательный было бы у него там... Если бы у него был D под уровень, он был бы как Супермен, у него была бы классная хорошая валентность. А что касается хлора и что касается йода, они уже могут возбуждаться, потому что здесь их внешний уровень третий, либо в случае йода пятый, а у третьего уровня или пятого уровня у них 100% есть D под уровень с вакантными орбиталями, ну то есть со свободными местами. То есть у второго нет свободного места. У хлора и йода есть свободное место, поэтому ответ 2,5. Разжевал данную ситуацию как мог. Ну а я иду к следующему заданию. Итак, что у нас касается следующего задания. Давайте смотреть. Остаются у нас электронные конфигурации ионов, которые могут встретиться в задании под номером 1. И это, наверное, то, что больше всего вызывает вопросов у ребят, поэтому быстренько расскажу. Ион — это положительная или отрицательная частица, которая получается отрывом или присоединением электронов до получения, как правило, электронной конфигурации ближайшего благородного газа. Если говорить простым языком, до завершения уровня. Вот давайте разберу два примера. Есть, например, втор. Порядковый номер 9. Значит, у него конфигурация внешнего уровня следующая. 2 из 2, 2, P5. Значит, у него всего 7 электронов на внешнем уровне. Ему бы хотелось... Ладно, давайте здесь еще напишу. Ему бы хотелось иметь завершенный внешний уровень. И такое желание, грубо говоря, есть у всех атомов. То есть, потому что завершенный энергетический уровень — это больше устойчивость. Соответственно, втор. Что ему делать? У него есть вариант либо избавиться от 7 электронов, и тогда у него будет конфигурация вот такая. Видите, правду говорю. Значит, у него будет вот такая вот конфигурация. И заряд 7+. Ну, то есть, он лишился 7 электронов, а количество протонов и электронов в атоме всегда равно. Если атом лишается электронов, соответственно, протонов теперь становится больше, и атом приобретает положительный заряд. Поэтому образовалась положительная частица. Пожалуйста, не кидайтесь в меня помидорами. В случае втора — это гипотетическая. Она не существует в реальности. Это гипотетическая частица, которая как раз имеет завершенный внешний уровень. То есть, она избавилась от всех электронов на втором уровне, и теперь ее внешний уровень — первый. Первый уровень может максимально содержать 2 электрона, ну, ввиду своих размеров. Либо, что может сделать втор? Ему не достает одного электрона для того, чтобы дойти до 8. Значит, если я сделаю вот так, 2С2, 2П6, давайте наглядно здесь оставлю. Значит, 2С2, 2П6, и теперь на внешнем уровне 8 электронов, и теперь наш втор устойчив, но он приобрел извне 1 электрон, то есть теперь электронов на 1 больше, чем протонов, и заряд теперь здесь минус. То есть количество электронов у ионов стремится к 8. И если речь идет про неметаллы, они обычно присоединяют электроны. Ну, то есть если не хватает 1, 2 или 3 электрона до завершения уровня, то им проще присоединить, чем очистить свой внешний уровень. А если речь касается какого-нибудь натрия, у которого там порядковый номер 11, его конфигурация 1С2, 2С2, 2П6, 3С1. Вот у него какие есть варианты? Либо, чтобы завершить уровень, в котором 1 электрон, присоединить 7 электронов, у нас получится натрия зарядом 7 минус, но это уже реально какая-то пронормальщина. 3С2, 3П6. Господи, что я пишу? Ну, то есть условно. Либо ему проще отдать 1 электрон. Ему проще отдать 1 электрон. И теперь его уровень внешний, смотрите, второй, он завершен, но поскольку у нас на 1 электрон стало меньше, у натрия теперь заряд плюс. И это теперь положительный ион. Вот, то есть у нас, как правило, либо отсекается какое-то количество электронов для того, чтобы достичь вот этот вот завершенный внешний уровень. То есть теперь предвнешний уровень становится внешним. Предвнешний был уже когда-то полностью завершен, и теперь он стал внешним. Тоже завершенный, блин, устойчиво. Либо мы присоединяем недостающее количество. Ну, точнее, к атому присоединяется недостающее количество электронов до завершения. Теперь давайте посмотрим на задание. Нам нужно определить, катионы каких из указанных в ряду химических элементов содержат 10 электронов. Что значит катионы? Катионы – это положительные ионы. Соответственно, давайте мы посмотрим в таблице Менделеева. Если у нас все вот эти ионы имеют конфигурацию благородного газа, то у них должно быть количество электронов столько же, сколько у неона. Но раз уж это катионы, то есть это какие-нибудь положительные частицы, вот как правило частицы металлов, то раньше у этого металла было, наверное, больше электронов, чем 10. Поэтому для решения таких заданий я советую обозначить, во-первых, элемент у которого 10 электронов, ну то есть или какое-то другое количество электронов, о котором говорится в задании. И если это катионы, то посмотреть ближайшие к нему элементы. То есть в нашем случае это натрий, магний, алюминий. Давайте смотреть. У нас есть магний, у нас есть алюминий. Ответ 2, 4. То есть магний, давайте посмотрим, у него порядковый номер 12. Конфигурация 1С2, 2С2, 2П6, 3С2. И, соответственно, он захотел стать ионом, ему проще отдать 2 электрона, то есть ему надо достичь 8-электронный внешний уровень. Ему проще отдать 2 электрона, чем принимать 6. Поэтому вот, мы их убираем, теперь это становится магний 2+, и теперь вот у него такая конфигурация. Сколько у него всего электронов осталось? 2 плюс 2, 4, плюс 6, 10. Совпадает? Совпадает. Точно такая же ситуация у алюминия. У алюминия порядковый номер 13. Значит, алюминий 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П1. То есть здесь 3 электрона на внешнем уровне, и все равно алюминию проще отдать 3 электрона, чем принять 5. Убираем эти электроны. На 3 электрона у алюминия стало меньше, теперь у него заряд 3+. И тоже у него 10 электронов теперь. Обратите внимание, катионы, значит, это положительные ионы. Значит, у них когда-то было больше электронов, чем 10. Потому что, когда атом превращается в катион, он лишается электронов. То есть электронов становится меньше. Значит, когда-то до этого их было больше. И нам надо найти те атомы, у которых больший порядковый номер, чем 10 в данном случае. Похожее задание. Определите, а неоны. А неоны — это отрицательные ионы. Каких из указанных в ряду элементов имеют электронную конфигурацию аргона? Если говорить простым языком, содержат столько же электронов, сколько и аргон. Найдем аргон. Аргон — 18 электронов. Смотрите, если это анионы, если это анионы, то когда у нас атом становился анионом, то он присоединял к себе электроны. Значит, у него стало электронов больше. Значит, до этого было электронов меньше. Соответственно, мы должны смотреть в меньшую сторону. Кому не достает до 18 совсем чуть-чуть. То есть у кого меньше, чем 18 электронов, лишь на немного. Смотрим на ближайшее окружение. Советую где-то вот там 4 брать ближайших. И теперь возвращаемся к условию. Что у нас есть? У нас есть натрий, калий, сера, кремний, бром. Так. Ну, давайте смотреть. Значит, у нас бром вот здесь, сера вот здесь, кремний вот здесь, натрий, калий вот здесь. То есть тут как раз кремнию этого и не хватает. Кремнию и сере. То есть давайте теперь это подтвердим нашими расчетами. У аргона, у него 18 электронов. Окей, классно, круто, хорошо. Конфигурация вот такая. 1С2, 2С2, 2П6, 3С2. Чуть-чуть поближе сяду. 3П6. Теперь, что касается кремния. У кремния порядковый номер 14. На 4 электрона меньше. 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П2. Как раз кремний что решил? Ему можно как убрать 4 электрона, так и прибавить 4 электрона. То есть здесь как бы без разницы. Окей, прибавил. То есть стало на 4 электрона больше. Соответственно, приобрел теперь заряд 4 минус. И теперь у него, как у аргона, электронная конфигурация. Если говорить простым языком, тоже 18 электронов стало. Серия ей, ну точно, у нее судьба скорее присоединять электроны, чем отдавать для образования ионов. Потому что здесь у серы конфигурация 3С2, 3П4. То есть тут 6 электронов, не хватает всего лишь 2 до завершения внешнего уровня. Присоединила. На 2 электрона больше стало. Теперь заряд 2 минус. Электронов теперь тоже 18, как у аргона. Поэтому здесь мы выбираем ответ 3 и 4. В данном случае нам не подошел бром, потому что у брома у него уже, какой порядковый номер там был? 35. И при присоединении электронов у него было бы 36 электронов, а у аргона 18. Нельзя сказать, что у брома была бы электронная конфигурация аргона. То есть потому что, как минимум, в 2 раза меньше электронов у аргона. То есть когда говорят электронная конфигурация у аргона, значит она прям точно такая же с точностью до количества электронов. И завершающее задание на сегодняшний урок. Определите, анионы каких из указанных в ряду элементов содержат такое же число p электронов, что и катион кальция. Анионы. О мой бог. Анионы. Ничего себе. Ну давайте смотреть. Анионы. Анионы это отрицательные ионы. Отрицательные ионы образуются, как правило, не металлами. То есть вот у нас углерод, мышьяк, хлор, сера. Цинк это металл. Металл никогда в жизни не будет принимать электроны и образовывать отрицательные ионы. Поэтому мы его сразу можем вычеркнуть. Значит нам нужно определить, какие из указанных в ряду элементов содержат такое же число p электронов, что и катион кальция. Что нам для этого нужно? Давайте напишем электронную конфигурацию катиона кальция. Значит кальций, его порядковый номер 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6, 4s2. Это атом кальция. А как сделать из него катион? Ну кальцию проще отдать 2 электрона. Поэтому вот мы сделали из него катион положительный. Он лишился 2 электронов, стал положительным. Значит вот у него здесь, теперь сколько электронов? Всего у него стало 18 электронов. Но нам нужны конкретно p электроны. p электроны это те, кто находится на p подуровне. Значит 2p6, 3p6. Всего это 12 электронов. Значит нам нужно подсчитать 12p электронов у остальных анионов. То есть для начала нам нужно составить электронную конфигурацию атомов. А потом сделать из них анионы. Начинаем с нашего любимого углерода. Углерод порядковый номер 6. Конфигурация 1s2, 2s2, 2p2. Окей. Значит для того, чтобы ему стать анионом, ему не хватает 4 электрона. Потому что здесь у нас 4 электрона. До 8 не хватает еще 4. Давайте ему это приделаем. Получается здесь 2p6. Заряд теперь 4 минус. Сколько здесь всего p электронов? 6. Не подходит данный вариант. Дальше мышьяк. Мышьяк мы заколебемся конечно писать. Ну ладно. Значит мышьяк. У него порядковый номер какой? Где он у него? Где порядковый номер? 33. Я с вашего позволения напишу конфигурацию именно внешнего уровня. Значит внешнего уровня. Он находится в пятой группе. Значит у него конфигурация будет 4s2, 4p. Ну ладно, нет, тут уже некрасиво будет. Мы так не посчитаем. Давайте полную конфигурацию напишу. Значит 1s2, потом 2s2, потом 2p6. Дальше третий уровень 3s2, 3p6. После p подуровня сначала заполняется внешний s, потом предвнешний d, и потом только внешний p подуровень. Все, получили. Это у нас атом. Значит у нас на внешнем уровне 5 электронов. Не хватает еще 3 до 8. Давайте доделаем. Из 3 получили 6. Присоединили 3 электрона. Значит теперь заряд 3 минус. Считаем p электроны. Тут, тут и еще тут. Всего получается 18. Блин, этот вариант нам тоже не подходит. Тогда я все это стираю. И говорю, что мышьяк мне не подходит. Остаются варианты хлор и сера. Мы их уже можем записать в ответ. Но давайте убедимся в том, что это все-таки правильные ответы. Значит давайте серу начну. Сера порядковый номер у нее 16. 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 4. И соответственно давайте смотреть. Присоединяем 2 электрона. 6 электронов на внешнем уровне. Добавили еще 2, чтобы было 8. Получается сера 2 минус. И точно так же у нас 12p электронов. Такая же ситуация у нас с хлором. Значит если я напишу просто хлор минус. Такая же конфигурация. 3s2, 3p6. То есть тоже 12 электронов. Вот в данной ситуации можно было бы задание также попробовать решить просто через количество электронов. Потому что одинаковое количество p электронов скорее всего будет в том случае, если у анионов и катиона кальция будет одинаковая электронная конфигурация. Полностью одинаковая. То есть у них одинаковое количество, видите, у всех электронов. Тут 18, здесь 18 и здесь 18. То есть во всех случаях у нас получилось 18. Вот как-то так. Задание мы решили. Надеюсь, что этот ролик был для вас полезен. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте также написать в комментарии, что еще бы вы хотели разобрать в таком формате. Остались ли у вас вопросы по данным заданиям. Потому что я буду отвечать. Ну, обычно я отвечаю на комментарии, которые вы оставляете на видео. Так что буду рад вашим комментариям и вашей обратной связи. Ну и также не забывайте, что я обитаю в телеграм-канале. В своем телеграм-канале Богдан Чагин. Где вы можете готовиться к экзаменам по химии бесплатно. Ну, потому что там есть полезная информация, которая поможет вам подтянуть те темы, в которых вы хотите себя подтянуть, которые у вас вызывают трудности. Я вам с этим помогу. Ну и, соответственно, помогу дойти до высоких баллов. И воплотить мечту поступить на бюджет, либо переехать в другой город. В общем, все, что можно сделать с помощью такого социального лифта, как ЕГЭ по химии, я вам с этим помогу. На связи был преподаватель химии Богдан Чагин. Жду вас на следующих своих роликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!